КОНЕЦ И за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же это свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами. Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему, он дал нам огонь и беси. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели, вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная вавилонская башня. И хотя и это не достроится, как и прежнее, но все же ты мог бы избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей. Ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней. Они отыщут нас тогда опять под землей в катакомбах скрывающихся, ибо мы будем вновь гонимы и мучимы. Найдут нас, ибо запьют к нам. Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали. И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит. А накормим лишь мы во имя Твое и со лжом, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят тебя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. Но кончится все тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и вон так стеки. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени земным? И если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что останется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы многочисленные, как песок морской слабых, но любящих тебя должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочные бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уже не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую, как единоличного существа, так и целого человечества вместе. Это пред кем преклониться? Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но истец человек преклонится пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот это потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолитно и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом, они созидали богов и взывали друг к другу, бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим. И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги, все равно падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее, и все опять во имя свободы. Говорю Тебе, что нету человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать скорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом Тебе давалось бесспорное знамя. дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если бы в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя, «О, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть». В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле. Хотя бы кругом его все были хлебы. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы повладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла. Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительное. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного. Взял все, что было по силам людей, а потому поступил бы, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь? Вместо того, что повладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты вожжилал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным временем, как свобода выбора. Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их смятение и мучение более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе, есть три силы, единственные три силы на земле, могучие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. Когда страшный премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе, если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет, и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего. Но ты, выслушав, отверг предложение, и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя, они-то боги ли? О, ты понял тогда, что сделав лишь шаг, лишь движение бросится вниз, ты тотчас бы и искусил Господа и веру в Него всю потерял и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, что подтвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то он осоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел с креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразняя тебя, сойди с креста и уверуем, что это ты. Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной, жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника предмогуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло двадцать веков, поди посмотри на них, кого ты вознес до себя. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Может ли, может ли он исполнять то, что и ты, столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал. И это кто же, тот, который возлюбил его более себя самого. Уважая его менее, менее бы ты от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек. Он будет дорого стоить им. Они не спровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное имя будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце концов сама же всегда и отомстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастье, вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их. Великий пророк твой в видении и выносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения, и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если бы было их столько, то были бы они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и ногой пустыни, питаясь акридами и коренями. И уж конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего несколько тысяч, да и то богов, а остальные. И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучее? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да не уж то же и впрямь приходил ты лишь избранным и для избранных. но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, в которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы были мы, уча и делая так, скажи, неужели мы не любили человечество, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись! Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю с кем говорю? то, что имею сказать тебе. Все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Уже много веков. Несколько веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы взяли от него рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем, ты мог бы еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле. То есть, пред кем преклониться, кому вручить совесть, и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. великие завоеватели Тимуры и Чингисханы добавим Ленины и Гитлеры пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и портиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их? Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесхинства свободного ума, их науки и антропофагии, человекопоедания, потому что, начав возводить свою вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагии. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано тайна. Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще? Сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая тебя, и понесли, и еще понесут силы духа своего, и жар сердца своего, на иную ниву, и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя, у нас же все будут счастливы, и не будут более бунтовать, не истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покоряться. И что же, правы мы будем или со лжом? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя? Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят самих себя, другие непокорные, но малосильные истребят друг друга, а третьи, оставшиеся слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от самих себя. Получая от нас хлебы, конечно они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые берем у них, чтобы им же раздать безо всякого чуда. Увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших, ибо слишком будут помнить, что прежде без нас самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. И пока люди не поймут этого, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи, кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым, но стадо вновь соберется и вновь покорится и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячамиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. Но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, к светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но свободные от труда часы, мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками, о, мы разрешим им их грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволим им грешить. грехи, скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же мы им грешить, потому что любим их. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. Не возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетели, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию, и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими, ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж конечно не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими. Но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут парфиру ее и обнажат ее гадкое тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи для счастья их на себя, мы станем пред тобою и скажем, суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя, знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей. И я готовился стать число избранников твоих, число могучих и сильных с жаждой восполнять число. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется и царство наше созиждется. Так описал Достоевки. И так это мы видим исполняется сегодня масонами. И вот только за то, что он покончит с детской преступностью, кто не разблагодарит небо за неспослание такого освободителя в кавычках. Всякий, кто не примет его, может ли уцелеть, ибо он, не принявший такого царя, к чему и к кому еще может звать, когда целое столетие люди ходили от одного разочарования к другому. Ведь что сегодня есть? О преступности детей, как о невыносимой беде вопиет сама пресса всего мира. Для любого здравомыслящего исследователя нравов современного общества ясно одно. Эскалация насилия в жизни детей и подростков побочи, но неизбежны, вполне прогнозируемый результат политического курса на милитаризацию стран. Покорение военной истерии, подчинение всех интересов масонов, захвативших власть во всем мире. Воспитание, создание людей, не испытывающих абсолютно никакого раскаяния, отвечает вполне конкретно желанием, вполне конкретного сословия масонам этой тайны, тайн, сокрытых в последнем эшелоне тайны. Наступит день, когда верховная власть, сверхнациональное правительство опубликует все, что делали, как руководили народами ГОИ, вожди. Статистика всех преступлений будет дана каждому как хлеб, как воздух. Этой статистикой детских преступлений будут дискредитированы все общества и режимы. Несколько отрывков из печати. Статья из литературной газеты «Кто кого перепорнографит?» «В этом деле проиграть просто невозможно», говорит счастливый человек, которого зовут Дэвид Фридмен. Он уже давно раскапывает золотую жилу порнографию. Дельцы порнобизнеса любыми средствами насаждают секс прессу, кино и телевидение. Доходы, которые они получают, не снились многим из капитанов большого бизнеса. Четыре миллиарда долларов по самым скромным подсчетам положили в прошлом году в свой карман форнобизнесмены. Десять ведущих порнографических журналов Америки, выходящих тиражом 16 миллионов экземпляров, только за этот год имели чистую прибыль 475 миллионов долларов. А те, кто вложил деньги в кинематограф и вовсе остались не в накладе. Порнографическая лента «Глубокая глотка» обошлась ее создателем в 25 тысяч долларов, а принесла доход 50 миллионов. Ну, это, разумеется, рекорд. А вот в среднем обычный, заурядный порнографический фильм за 18 месяцев приносит 200 процентов дохода. Ныне Соединенные Штаты могут с легкостью перепорнографить все страны мира. Странная причина для гордости, но вполне вписывается в рамки общества безбудущего. Общество, для которого нет ничего святого, где ради денег готовы пойти на все. И вот все это делается для того, чтобы после, когда весь народ разочаруется во всех властях, всемирный сионских королев Владрика скажет, я дам освобождение от всех этих порохов и язв общества, от которых не могли вас освободить никакие строи, ни коммунистические, ни капиталистические. На Трафальгарской площади стоит традиционная новогодняя елка. По вечерам на ней переливаются разноцветные гирлянды лампочек. Из пить рождественского благоволения сюда собираются всеми семьями, и лондонцы, и туристы. Но стоит отойти к углам площади или в ближайшие улочки, где потемнее, как в глаза лезут отнюдь несвятышные картинки. На лотках торговца журналами с десятков, если не сотен обложек, на прохожих смотрят снегурочки, лишенные не только ватных шубок, но и вообще каких-либо признаков одежды. Эта обильная цветующая здесь клубничка, в кавычках, мягкой порнографией. Чтобы торговцы с этой ягодкой не приступали закон и не продавали грубую порнографию, этим термином определяется верх непристойности. В конце 60-х годов в Копкланд и Ярде был организован специальный отряд по борьбе с непристойными изданиями, который сокращенно назывался форноотряд. Однако выделенные в отряд полицейские рьяно приступили к насаждению порнографии. Как и сейчас считаешь в газетах в Советском Союзе почти в каждом городе задерживают ГАИ и тут же берут взятки шоферов и по взяткам выдают снова отопранное удостоверение шоферов. И сюда и везде все продается и покупается. И все это делается властями и знают и ничего не могут сделать. Если торговец хотел открыть новую лавку с подобным ассортиментом, то он должен был единовременно выплатить полицейским тысячу пунктов, а затем межемесячно отсчитывать в те же руки долю прибыли. Всюду наблюдается рост преступности среди подростков. По данным Национального педагогического института США в 1977 году американские школьники совершили 100 убийств, 12 тысяч вооруженных ограблений, 9 тысяч изнасилований, 204 тысячи избиений учителей и взрослых, 207 тысяч случаев воровства. За этот же год они испортили школьное имущество на 600 миллионов долларов. В целом за прошедшие 13 лет преступность среди детей школьного возраста увеличилась на 245 процентов. Каждый девятый школьник в возрасте до 18 лет перестает перед судом за совершенное им преступление. Профессия учителя стала одной из самых опасных во всем мире. Ежемесячно 5200 учителей становятся жертвами физического насилия со стороны учащихся, а 6000 жертвами ограблений с применением оружия. Авторы исследований называют основные причины роста преступности среди школьников это безбожие. употребление подростками наркотиков и алкоголя. Незагогное воспотребление спиртного на душу населения согласно исследованиям проведенным в 25 странах составил период с 50 по 1976 год от 30 процентов в Португалии до 500 процентов ПРГ. Совершенно лечение алкоголиков и на устранение экономического социального ущерба от алкоголизма ежегодно расходится 43 миллиарда долларов. Нужно было бы спросить сколько выплачивает пьяницам бюллетни и оплачивает их на производство. Постоянно построены 50 опережения в Советском Союзе бюллетней от алкоголизма. И все психотеримы забежать пьянами сошедшими с ума. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ связывает эту печальную статистику с относительно низкой стоимостью и широкой доступностью спиртных напитков. Социологи университета в штате Флорида недавно в течение одного месяца анализировали 14 самых популярных мыльных опер по телевидению и насчитали в них ни много ни мало как 520 с употреблением спиртных напитков. Героини телеспектаклей прикладываются к спиртному в любых случаях. Когда они любят или ненавидят, выходят замуж или разводятся, когда у них много долларов и когда нет ни копейки, не в котах принято. Посмотрите советские кинофильмы. Когда задумывается какой инженер ученый, он всегда коптит табаком на весь экран. Такова действительность и мы ее отражаем. Но правильнее было бы в данном случае говорить, такова действительность в союзе и во всем мире и мы ее делаем. Делают ее масоны. и это система удовлетворит каждому человеку. Одним словом, каждый найдет кое-что для себя, но за одним исключением. Во всем мироздании ничего не нашлось для совершенного человека Божия. Мир ему ничего не дал. Ему не нашлось места в гостинице, не находится и в сердце. Ему негде было преклонить голову. И дома христиан, не говоря о мире, едва ли найдут место и сегодня для тех, в лице которых приходит он. Ему нашлась только могила. Между ним и этим миром не было ничего общего. Посему, когда настал час его, то он сказал, «Теперь ваше время и власть тьмы». Луки 22, 53. Тогда вожди представители мирской цивилизации, мирского разума, мирского прогресса, мирской власти, мирской религии повели его с внушительным торжеством за стан и там пригвоздили его ко кресту и сидя стерегли его там. Матфея 27, 36. Слушатель, позволь мне теперь предложить тебе вопрос огромной важности. Что ты думаешь о мире всем? Ты, который, может быть, называешься именем распятого, вполне ли ты уверен, что у тебя нет ничего общего с этой набожной толпой, которая взирала в тот день и до сих пор взирает, как бы во время досуга или сидя спокойно на его предсмертные муки. Насколько твои надежды и интересы связаны с этим лукавым веком, начальники которого распяли его? Велика ли твоя привязанность к этому миру? Каков был бы твой личный урон, если бы этот мировой порядок через минуту был сметен с лица земли? Неужели и ты в равнодушных рядах зрителей, стоящих у Голгофы? Там мир показал себя в истинном свете. Любовь же Божия доказала свою беспредельность и бесконечность. А для вас, не называющих себя христианами, но напрасно старающихся не замечать пригвожденного ко кресту, для вас, проходящих мимо этого зрелища, разве он ничто? Поистине в нем заключается весь смысл нашей жизни. Да, это действительно был их час и власть тьмы. Но не всегда будет мрак там, где он теперь огустел. Его час еще не настал, но этот час приближается. В настоящее время этот мир живет под начальством сатаны. Мир является наилучшим человеческим произведением, созданным на основании сатанинских принципов. Но настанет иное время, когда Иисус Христос примет бразды правления. Итак, братья, будьте терпеливы до пришествия Господня. Иакова 5,7 Для того, кто не знает тайны беззакония, этот мир, в котором мы живем, представляет поистине удивительное явление. Он нас поражает своим величием и своей жестокостью. Он приводит нас в трепет. На вид он составлен из человеческих элементов. Но как трудно человеку справиться с этим развращенным миром. Мы можем много и долго изучать те отдельные личности, которые входят в состав этого чудовища. И все же мы никогда не найдем объяснения некоторых ему присущих черт, равно как и его образа действий, проявляющихся во всей организации мира. С виду этот мир состоит из человеческих существ и существует для них. В действительности же он равнодушно губит их жизнь и мужчин, и женщин, и детей, делая их жертвами самых незначительных причин. Обществу удается совершение такого рода дела, на которое отдельный член общества был бы не способен. есть верующие, которым ничего из того, что здесь говорится, не хочется знать. Одним лишь бы отстоять службу, другому поиграть на балалайке в собрании и дома выслушать приятную песенку на мотив Катюши. Их ум слишком занят самим собою, чтобы стремиться помочь себе разобраться в том, кому же он служит, Богу или миру сему. Люди же, пользующиеся преимуществами своего мирского положения, стараются возбудить в человечестве восхищение пред этим великим миром. Они стараются привлечь людское внимание к поразительному устройству этого мира, к его действиям, равно как и к тем многочисленным замечательным усовершенствованиям, которые вводятся в него от времени до времени. Многие с благодарностью поклоняются этому миру как некоему божеству. Благодаря этому толпа верит бессознательно в прогресс человека. Если встречаются люди, сомневающиеся в этом мучении и видящие на основании фактов, что мир прогрессирует не к лучшему, а к худшему, то их мир немедленно обзывает пессимистами, не заслуживающими ни малейшего внимания. От наблюдателя, однако, не ускользает то обстоятельство, что строй всего этого великого мира от времени до времени трещит по всем швам. Напряжение чувствуется во всех его частях. Всюду, во всех его частях обнаруживается, к сожалению, отсутствие гармонии и координации. Причем становится очевидно, что только с помощью неустанного внимания и постоянных починок людям удается поддерживать ход этой машины. Нельзя отрицать того факта, что несмотря на различные способы, опыты, старания и работу, полагаемые на это дело, отдельные части этого мира часто выходят из подчинения человеку и производят беспорядок как в жизни его, так и в планах его. Единственная причина, почему центробежным силам зла не удалось до сих пор разрушить всего этого дела, заключается в том, что их стремления постоянно удерживались действиями Божиими, проявлявшимися в этом мире, но не исходившими из него. Второе писало Никийцем 2 7 8 Взять хотя бы угрозу термоядерной войны. Сколько раз уже стоял мир на грани войны? Вся опасность в том, что все большее число людей и государств имеет доступ к расцеплению ядра, вздувая цены на продукты, добиваясь все новых осигнований на вооружение, получая новые военные заказы, усовершенствуя способ массовой смерти, методы защиты, сейфгарды, системы сонарного предупреждения о подводной опасности, за все рассчитывается кошелек, а золото течет в швейцарские банки, в подземные бункеры стратегов. И как во время голода, скупив все, что было у египтян, Иосиф покорил фараону страну, всех, кроме священства, так точно будет и здесь. Сквозь суету и сон мы эту ношу медленно несем, ей подставляем плечи и горбы, влачим ее по жизни как рабы, ее не сбросить в землю, не зарыть, не утопить, врагу не подарить, и ноше это, черт ее возьми, придумано и создано людьми, людьми самими произведена. секретные бумаги внесена, нацелена и взвешена уже, ну как теперь, живет у вас в душе надежда этот шар земной спасти, шлагбаумом застывшим на пути протянутая детская рука, взрывчатки вдоволь, хлебы и куста, взрывчатки вдоволь, по пятнадцать тонн, земля утробной исторгает в тон, ей хочется забыться поскорей, ей страшно за своих богатырей, пока пятнадцать тонн, а завтра что? А через десять лет, а через что? Пусть даже без войны, без взрыва спусть, богатыри, да разве это путь? Скупив все золото, стоимость унцы перевалила уже за триста пятьдесят долларов. Лишь однажды позволят ему показаться на солнце и с блеском кровавого молоха обесценят все, что осталось еще на земле. И покоренные рабы отдадут уже жизнь свою. Возьми нашу свободу, но дай нам хлеба. Печать принята будет сразу и беспрекословно. Сколько будет хвалебных панигириков этому зачинателю, давшему идею ликвидировать изобращение деньги и золото. Преступления почти девяносто девять процентов в основе своей имеют корость обогащения. Вполне допустимо, что этот знак на челе будет фиксировать проезжающая милицейская машина на расстоянии, как сейчас металлический предмет при прохождении досмотра в аэропортах. Нанесенный знак может иметь в себе излучающую силу, безвредную для тела и легко обнаруживаемую на расстоянии в несколько сот метров. И все, кто не примет это начертание, будет привлечен к допросу, по какой причине не принял знак, который дает такие привилегии и не несет в себе ничего, что стесняло бы свободу, которая дана всем в нужной пропорции. Причин для того, чтобы мир не принял сегодня, нет никаких. Только одна страх погубить душу свою, вера и любовь к Господу нашему Иисусу Христу может сохранить человека для мучения от рук Антихриста. Истинный характер и стремления этого мира вполне доступны пониманию большинства разумных людей, но они к несчастью ослеплены чрезвычайно ложным пониманием вещей, полагая, что Бог, а не Сатана управляет этим миром. для них неизвестны умыслы Сатаны, которые они он воплощает через своих людей, соединивших в одну организацию масонства, цели которой самое благородное избавить человечество от угрозы войны, от преступлений, от пьянства, от гибельной свободы. Несведущие, но благонамеренные люди предаются очень приятным мечтам, как, например, Господь на небесах, в мире обстоит все благополучно, или же они превратно цитируют «выровая часть из целого». Римлянам 8, 28 говорят, что все существующее ко благу, причем легковерные из толпы принимают эти изречения за библейские истины. Мы отрешаемся от подобных заблуждений только тогда, когда примем истины священного Писания. Они открывают нам, что сатана, а не Иегова, бог настоящего лукавого века. Сатана, а не Иегова, управляет деятельностью настоящего мира. Бог этого исполинского мироздания проявляет большое искусство и необыкновенную деятельность, плодовитость в изобретении новых способов к веренному исправлению бесчисленных недочетов, наблюдаемых во всех частях этой организации. Мы замечаем проявление его деятельности во всех направлениях. Тут прилагаются старания к устройству одного дела, а там происходит разрушение подобного мероприятия. Несмотря на все усилия, не удается остановить упадка народов. Правительства переживают неудачи, проявляются злоупотребления властью во всех режимах на востоке и на западе. Замечается нравственный упадок имущих классов, чего никак не хотели бы масоны, но что они могут поделать с плотью, которая требует трапезы греха. Замыслы это одно, но как сделать лично в каждом из тех, кто доверится им, этого никто из них не может сделать. Обещают свободу, будучи сами рабы тления. Наблюдается широкое распространение себе любия и разврата. Сатана проявляет свою деятельность и находчивость в выборе главным образом тех средств, с помощью которых он занимает человеческий ум, отвлекая его таким образом, способом от рассматривания и исследования причин этого присущего миру разложения. причем он старается всеми силами скрыть от людей неизбежность окончательного разрушения этого мира. Ведь одно дело написать лозунг партия ум честь и совесть нашей эпохи, другое понять его. Если человек вступил в компартию или в национал масонскую, это еще не говорит, что он уже стал морально чистым. Если в партию приняли табакура и матершинника, то от того, что он стал совестью нашей эпохи, это еще не дало ему силы освободиться от греховной проказы. Чтобы проверить сказанное, найдите коммуниста, который бы не матерился, одного и поговорите с ним, где он взял силы освободиться от страшного греха злословия матери, без молока которой нет ни поэта, ни героя, по словам Максима Горького. Когда Иоанну Златоусту говорили, что есть христиане, которые поступают не так, как следовало бы христианину. Он отвечал, что есть такие верующие, я это и сам знаю, но то, чтобы правильно поступал неверующий, такого сказать не могу. Почему? По той причине, что христианин имеет по крайней мере три причины быть нравственным. Страх огорчить Бога и оказаться в муках в аду. Ожидание награды за соделанное добро и получение помощи от Духа Святого. Всего этого бывает недостаточно, чтобы удержаться от дурного поступка. То что же говорить про того, кто ничего этого не имеет? Религия узда для масс говорила Крупская. Безуздым конем кто сможет руководить так, чтобы он подчинялся? Для мыслящих людей становится ясным, что в этой системе стоит нечто непоправимое. Смерть внедрилась в нее. В ней проявляются преступления, жестокость, нищета в разнообразных формах. Нет ничего постоянного. Упадок, изменения вокруг себя я вижу. Мы открываем присутствие этих страшных разрушительных начал во всем том, что имеет отношение к человеку. Но господствующий дух мира сего, развлекая людей, то тем, то другим, сумел ввести их в заблуждение, уверяя, что все идет к лучшему. Таким образом, все сыны Адама продолжают проявлять свое наследственное предрасположение к восприятию этого заманчивого обещания. «Вы наверное не умрете, вы будете как боги». И как удивительно приспособлены все мирские дела и занятия к достижению великой цели, а именно к сокрытию от людей Евангелия Иисуса Христа. И все для того, чтобы на место Христа и Его слов поставить человека с его ошибочностью. Идет борьба. Сатана хочет доказать, что и он, могучий дух, может строить царство только на иных принципах, чем Бог. Как удивительно внушает сатана людям, что спаситель не нужен человечеству. Он доказывает, постоянно внушает, всеми своими действиями, что никто, кроме него, сатаны, бывшей Деницы, сына Зари, не смог бы придумать лучший образ действий, нежели тот, который существует в настоящее время. Народы должны быть безмерно благодарны ему за его милость, внушает всем падший Херувим. Лучшего способа не найти. Ведь если почитать советские газеты, то на любое преступление в капиталистическом мире неизменно добавляют. Это порочный круг их системы. Это от безработицы. Это от того, что не принимают наш метод мышления. С той стороны точно так же рассматривают все случаи брака на работе, повального пьянства, невозможности свободно выехать за границу, невозможность смело высказать свое мнение, сделать забастовку для повышения зарплаты. О, эти несчастные в Красной России пишут там. Как они не видят, что только наш строй самый правильный, только частная собственность разрешает все проблемы с пьянством на работе, с халтурой в производстве, с невыполнением обещаний в сфере производства. И как будто никто не видит, что то, что делается в мире, все это делается с жестокой насмешкой над теми людьми, которые не приняли просвещающего слова истины. Как многозначительны слова апостола Павла, второе послание Коринфянам 4, 3, 4. Если и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Восхваление своей страны и своего строя не только теми, кто питается со стола и изовели, ибо эти пророки дубравные иначе и говорить не могут. А удивительно то, что генеральные секретари всех Б и архиереи Церкви Христовой тоже поют здравицу в честь тех, которые из 120 архиереев в свое время в живых на местах оставили только четверых, а остальные были задушены, убиты, заморожены. «Мы требуем, мы протестуем, мы возмущены», пишут они послание зарубежным президентам, осуждая производство нейтронной бомбы, и ни разу никто из них не сказал, что такое всемирное несчастье совершается при этом нечестивом строе, когда архиереи, не говоря о священстве рядовом, попали в такую зависимость, какой не было при татаро-монголах, ни в Турции, ни при Гитлере на оккупированных территориях. Архипактор может советоваться о предлежащей кандидатуре при рукоположении в священники и дьяконы только с Богом и с теми, кто глубоко предан делу Христа. Они же сейчас фактически за подачки, за разрешение строить крестилки и курилки. Всю власть передали уполномоченному, который решает, достоин ли такой табакур и театрал быть посвящен великую, выше ангельской чести должность служения. Это похуже, чем грех Симонии. А кто из архиереев не повинен в этом смертном грехе, когда они власть избирать кандидатуру в священство, должны были бы решать только по Слову Божию. И было сие угодно Духу Святому и нам. При том, собрание должно было избрать нескольких и более достойные могли бы быть посвящены в пастыре. А теперь нужно писать Евангелие Плоти и первую главу, начиная с 1917 года, когда вся власть была передана сатанистам. Кто может достойно оплакать это безумие? И при всем при том, эти все продавшие архипастыри, дрожащие от воображаемой опасности толкуют о том, что живут они в самой свободной стране в мире, что они рады, что наступила свобода, которой они не имели при царе. Сокрой земля и горы, стыд наш и горе. Поистине скажешь с Владимиром Соловьевым наказана ты, Русь всесильным роком, как некогда священный Валаам, заграждены уста твоим пророком, и слово вольное дано твоим ослам. О, Боже, Боже, стоит почитать журнал Московской Патриархии за 1945 год, начиная с мая, и хвалебную песнь величайшему чудовищу, безжалостному истребителю десятков миллионов Сталину, то по неволе даже верующий мог бы задать вопрос, где же Бог Иаковлев, если все это сделал Отец, Спаситель, которого архиереи поздравляли и называли с большой буквы. Вот суть всего. Без посторонней помощи мы не дошли бы до такого понимания вещей. Это откровение могло и зайти только от Бога Творца. Обладая этой истиной, мы не имеем извинения в нашем неверии. Мы употребляем недостойным образом наши умственные способности при исследовании окружающих нас условий, если эти способности не подтверждают его откровения. Все это, что мы видим в этом мире, это обширная система, покрывшая весь мир, есть система разрушения. Она содержит в себе зачатки погибели. Мир проходит эпохоть его, 1 Иоанна 2.17. Но каково будет, когда совершится и то событие, о котором свидетельствует Священное Писание, то есть, что все люди, связывающие себя с этой системой, с ее начальником, обречены на ту же погибель, которая готовится миру и Богу его. Дорогой слушатель, каким образом ты надеешься защитить себя от этой опасности? Ты рассчитываешь, может быть, на твой добрый нрав, на чистое побуждение и на добрые дела? Или твоя надежда состоит в том, что все в конце концов устроится к лучшему? не занято ли твое сердце делами мира сего, его планами, его честолюбивыми стремлениями? Не зависит ли твое будущее благосостояние от удачи дела, связанного с веком сим? Ибо именно в этом заключается главная задача мира сего. Ведь чтобы вынудить священника делать то, что ищет уполномоченный, которому непосредственно дает указание Бог века сего, он в первую очередь узнает, к чему тот привязан в этом мире. Ой, если бы все мы могли сказать, что идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Что было бы мне дорого, и ради чего я мог бы поступиться интересом Божиим. Цель же Божия состоит в том, чтобы наши сердца были заняты невидимым и вечным, но не теплым местом, которым обеспечит этот мир через настоятеля, уполномоченного или по доброте архиерея, а потом за эту затравку на удочке всю жизнь водит в камышах страха и маловерия. Нам же надлежит ожидать славного его явления. Титул 2.13 Отличительные черты замечаемые нами в организации этого мира и в делах совершающихся на земле именно таковы, какими их и следовало ожидать в организации созданной и управляемой той личностью, описание которой нам дается в священном Писании. Сатана по слову Божию падшее духовное существо одаренное мудростью. Оно стоит выше всякой другой твари по разуму. Оно повелевает великими силами и начальствами, как и Христос еще тогда на заре создания масонских глобальных замыслов сказал им ожидающим царства Сиону Ваш отец дьявол ибо он человекоубийца от начала потому что не устоял в истине ибо нет в нем истины когда он говорит ложь то говорит свое ибо он лже и отец лжи вот кто помог состряпать протоколы сионских мудрецов измыслить этот чудовищный план развращения мира и потом открыться благодетелям и спасителям из вселенной и нет выше той мудрости мирской ни у кого как у тех кто вышел на прямую связь с князем тьмы но в то же время дьяволу не достает могущества и премудрости божией его существование протекает в постоянном сопротивлении богу это великая истина что сатана бог мира сего необходимо для понимания причин существования зла в этом мире она она нам вручена самим всемогущим богом с целью оградить нас от многих опасностей вытекающих из незнания этого факта многие даже верующие в библию как слово божие упускают это из виду вследствие этого они навлекают на себя много опасности сердце таковых людей напрасно смущается многочисленными проявлениями зла и несовершенства в этом мире вот это-то незнание толкает верующих писать жалобы в ООН и искать защиты у тех которые служат не богу а подготовки всемирной теократии с помощью этой важной истины все смущение исчезает нам открывается что все прискорбные кажущиеся нам необъяснимыми явления в божьем мире вполне уместны в мире управляемом сатаной земля господня и что наполняет ее псалом 23 1 он посылает дождь на землю он дает ей солнечный свет он умножает произведения полей и плоды земли но мир принадлежит сатане его владычество над миром признано и подтверждено священным писанием сатана показав нашему господу все царства мира и славу их Матфея 4 8 предложил отдать их ему при соблюдении только одного условия иисус отказываясь от сделанного ему предложения не оспаривал прав сатаны на этот мир иисус подтвердил еще раз говоря идет князь мира сего и во мне не имеет ничего иоанна 14 30 весь мир лежит во зле 1 иоанна 5 19 господь иисус сказал что мир его ненавидел потому что он свидетельствовал о нем что дела его злы иоанна 7 7 господь не выдвинул не похвалил ни одного мирского дела тогда как люди гордятся достигнутыми ими успехами господь ясно определил все эти дела назвав их без всякого снисхождения злыми важно при этом иметь в виду следующую очень замечательную и характерную черту этой великой организации называемой миром понятно что люди любуются им они принимают участие в его устройстве и в его развитии но в то же время каждый человек в отдельности должен сознаться что его участие в этом деле было недобровольное только в малой степени он был свободно действующим существом он часто сознавал и постоянно чувствовал присутствие силы какого-то другого существа и какое-то невидимое но могущественное вмешательство в дела мира этого это ясно сознается всеми в общепринятом выражении сила обстоятельств о какой силе говорится наша задача состоит в определении этой личности или того источника откуда исходит эта сила так как она влияет на склад этого мира и на поступки каждого человека при этом мы намерены отметить проявление великой мудрости гениальности искусства и энергии сказывающиеся в ведении всех дел мира сего это великий архитектор строитель инженер и вот этот архитектор архитекторов избирает тех кто по образу и подобию его стремится доказать могущество человеческой мысли безбога на руины неудачных построек на то что горы трупов остаются на пути где он применил попытку нового устройства выведения новой породы новой формации мысли на одну из этих попыток мы сейчас и посмотрим сколько лжи и лицемерия будет открыто и это не когда-то а в двадцатом столетии в год 1979 войдем в Кампучию этот сателлит Китая скормленный на идеях Маркса Ленина три долгих кошмарных года с половиной длился этот эксперимент масонов над азиатами то что мы увидим это уже в чистом виде царства антихриста для желтой нации для сынов Хама слушая это помните что это было в 1975 в 79 годах и за все эти годы свободной печати в кавычках Советского Союза не было ни одной заметки о том что же творится в Кампучии этой двоюродной сестры России сотни тысяч беженцев были в Таиланде где их опрашивали корреспонденты всех стран слышали невероятное то что в сравнении с чем лагеря Гитлера были всего лишь детской мерой наказания не говоря уже об оккупированной им территории повторяем вот что готовят масоны всем кто не примет печать антихриста это завершающая репетиция правда божия открыла занавес будущих событий кто может поверить что все это было запланировано и допущено при попустительстве крупнейших держав мира знала о чудовищных замыслах Америка и лицемерно долго показывала вид что ничего не знает знал Китай и помогал до конца довести уничтожение народа Камбоджа знал Советский Союз и хранил гробовое молчание почему и вдруг только в январе 1979 года когда Вьетнам вел 50 тысяч войск и сверг режим Полпота только тогда прорвало лавину информации что более наглядно могло бы еще показать заговор мудрецов и их согласованность в действиях в их помощи сегодня народу Кампучии послушаем что говорит пресса которая прославляла приход к власти этот режим самоедства Тайна беззакония действия масонства часть четвертая мудреца 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 вспомним о том что слышали раньше великая организация евреев подготавливающая восшествие всемирного правителя сионских кровей масонства решила прорепетировать все это на земле и вот в этом 1979 году весь мир узнал о чудовищных замыслах масонства которые они провели в стране Камбоджа которую переименовали в Кампучию и эта репетиция продолжалась ровно три с половиной года так же как сказано в священном писании в Библии что царство антихриста будет существовать три с половиной года то что происходило там знает каждый но мало кто знает какая рука направляла эти события и проводила репетицию знала о чудовищных замыслах Америка и лицемерно долго показывала вид что ничего не знает знал Китай и помогал до конца довести уничтожение народа Камбоджи знал Советский Союз и хранил гробовое молчание почему и вдруг только в январе когда Вьетнам ввел пятьдесят тысяч войск и сверг режим полпота только тогда прорвало лавину информации что более наглядно могло бы еще показать заговор мудрецов их согласованность в действиях в их помощи сегодня народу Кампучию Кампучии но вернемся к тем дням когда шли бои за свержение Лонноловского режима три с лишним года назад посмотрим как об этом пишет советская пресса корреспондент известий Ильинский сообщает из Ханоя 14 марта 1975 года тяжелые дни Пнампенского режима всеобщее наступление народных вооруженных сил национального освобождения Камбоджи продолжается в настоящее время как сообщили нашему корреспонденту представители ЦК национального единого фронта Камбоджи патриоты контролируют территорию на которой проживает 6 миллионов человек из примерно 7,5 миллионного населения этого индокитайского государства все туже стягивается кольцо осады вокруг Кампеня в боях 12 марта и утром 13 марта части режима Лоннола оставили несколько оборонительных рубежей на ближних подступах к столице попытка прорыва окружения силами нескольких батальонов в юго-восточном направлении от города закончилась неудачей с каждым днем ухудшается положение в черте самого Кампеня постепенно истощаются запасы на складах созданные в предыдущий период поставки через воздушный мост не в состоянии восполнять потери почти каждый день в результате ракетно-минометного обстрела на несколько часов закрывается аэродром Пачинтонг в то время как рушатся опоры режима Лон Нола постоянно усиливаются позиции патриотов Камбоджи на освобожденных территориях изымаются изобращения Риэли денежная единица Плампенской администрации введены новые деньги Риэль патриотов Камбоджи все прогрессивное человечество стоит на стороне справедливого делок мерзких патриотов проводимая по призыву Всемирного Совета Мира 17 марта Международная Неделя Солидарности с народом Камбоджи внесет несомненно свой вклад в поддержку национально-освободительной антиимпериалистической борьбы народа Камбоджи Известия за 20 марта 1975 года публикуют статью под названием «Упорные бои в Камбодже» также наглядно показывают отношения советской прессы помещенные карикатуры в газетах которые не скрывают симпатии к патриотическим силам Камбоджи «Упорные бои продолжаются на главном Томпенском направлении» пишет газета «Известия» 18 марта патриоты руководимые Национальным Единым фронтом Камбоджи нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар по аэродрому Пачинтонг расположенном в непосредственной близости от смерти столицы Победа над Неаклуонгом позволит частям народных вооруженных сил освободить значительное подразделение и бросить их на штурм столицы Подпись под карикатурой «Истекают сроки Ланноловского режима» Из этих и других материалов мы видим кто привел и кто помогал патриотическим силам прийти к власти три с лишним года назад в Камбодже А вот материалы спустя три с половиной года Комсомольская правда за 20 сентября 1978 года Компучийский вариант к трагедии Компучийский Комсомольской Комсомольской правды Левин Которым с огромным трудом удалось вырваться из этого ада Они нашли спасение на вьетнамской земле Среди них оказалась бывшая учительница бывший буддийский монах бывший студент Нампенского университета Их имена я не называю У них остались Компучи родственники Муж учительницы еще в апреле 75 года после освобождения Пнампеня который как вы помните прославляла наша пресса был расстрелян властями В чем его вина моя собеседница так и не узнала Ее вместе с тысячами других горожан перегнали в отдаленные сельские районы где люди живут под постоянным страхом смерти Запрещено буквально все покидать место жительства даже для посещения родственников соседней деревни Юношам и девушкам встречаться будучи неженатыми читать книги петь танцевать Мера наказания одна смерть Каждый кто осмелится высказать недовольство существующими порядками подлежит немедленной расправе Студент Нампиньского университета говорил мне что он был очевидцем такого случая 35 человек из их деревни были объявлены контрреволюционными элементами никаких доказательств их виновности не было и тем не менее всех их закопали по шею в землю и убили ударами мотых по голове при этом палачи заявили что не могут расходовать пули которые нужны чтобы бороться против врага номер один Вьетнама физическому уничтожению подлежат семьи гражданских и военных служащих бывшего ланноловского режима родственники тех кому удалось бежать в Таиланд или Вьетнам или просто те на кого донесли в деревнях составляются черные списки подозрительных элементов куда практически может попасть каждый хотя бы потому что он пришелся не по душе старости деревни знакомый почерк знакомые методы все это уже было во время культурной революции и происходит ныне в Китае нынешние кампучийские руководители успешно используют пекинский опыт подавления инакомыслия старой протаренной дорожкой идут кампучийские власти и в области внешней политики в январе 1979 года войска патриотических сил так же как называли и раньше войска камбоджийские освободили Пнампень и с этого момента в прессе буквально появился поток сообщений с первых же дней стоит почитать сообщения того же самого корреспондента который так прославлял освобождение камбоджи три с лишним года назад ильинского в газете известия который теперь прославляет установление новой власти в кампучии ознакомимся с несколькими материалами советской прессы газета комсомольская правда 13 января 1979 года злодеяние присутной клики опубликованные в американской печати материалы фотодокументы показания очевидцев убедительно свидетельствуют о том что свергнутая народом преступная клика полпота иенгсари превратила кампучию в полигон варварских экспериментов над людьми в полном соответствии с духом и буквой китайской культурной революции обозреватель нью-йорк таймс рестон пишет что режим полпота осуществляет планомерное убийство десятков тысяч людей с целью ликвидации целых слоев населения автор признает что американская администрация усиленно раздувающая кампанию вокруг нарушений прав человека в других странах по существу закрыла глаза на ужасающую человеческую трагедию в кампучии корреспондент этой же газеты КАМ побывавший на границе Таиланда с кампучией в репортаже агония кампучии приводит примеры того как палачи полпота методически и последовательно уничтожали кампучийский народ поодиночке семьями целыми деревнями ни щадя ни больных ни стариков ни детей он помещает рассказ в 18-летний Чан Сирей из округа Тисатхон чудом избежавшей расправы однажды возвращаясь в принудительных работ девушка увидела в поле страшную сцену три солдата кинжалами наносили удары по связанным людям их было 8 человек большинство из них женщины и дети я услышала крик ребенка обезумевшего от дикой боли рядом с уже мертвой матерью сказала Чан Сирей я знала что солдаты убивают людей они и не скрывали этого огромное удовольствие им доставляло расправляться с детьми один из солдат даже заявил это ведь так просто убивать детей нужно только разорвать их на части трагизм положения выражался в Кампучии не только в резне населения газета Wall Street Journal описывает массовое насильственное переселение городских жителей сельские районы по так называемым дорогам смерти в Кампучии констатирует газета практически нет детей младше трех лет так как большинство новорожденных умирали из-за того что полуголодным матерям нечем было их кормить по свидетельству Нью-Йорк пост подручное полпота хадиски уничтожали или морили голодом миллионы жителей газета подчеркивает что полпот представлял собой марионерку Китая откуда получал все необходимые орудия пыток политика этого прокитайского режима заставляет на странице газеты обозреватель заявляет на странице газеты обозреватель Роуэн стала наихудшим проявлением тирании в наше время Комсомольская правда 10 января 1979 года статья под заголовком пружины времени полпот и клика его сообщников осуществляли методическое истребление кампучийской молодежи вели дело по существу к физической ликвидации целого поколения кхмеров в стране превращенной в застенок и казарму дети едва перешагнувшие младенческий возраст становились объектом неслыханной эксплуатации никакой учебы а уж тем более никаких игр только многочасовой труд за горшку риса за два комплекта черной спецформы в год никакой другой одежды жителям носить не разрешалось парадоксально удивляется французская газета фигаро что режим вызвавший почти всеобщую ненависть из-за зверств которые он совершил в последний момент находит определенную поддержку за границей но ничего парадоксального нет известно что буржуазная печать использовала жуткие рассказы беженцев из кампучии отворимых там массовых пытках и убийствах для клеветы на социализм слезы пролитые над миллионами замученных кампучистов были фальшивы по отношению к молодежи так же как и во всей своей политике геноцида Пол Потт и Йенг Сари осуществляли на практике основные догмы маоизма целая страна была превращена в полигон для социального эксперимента выходящего далеко за рамки какого-либо человеческого разумения за осуществлением китайской модели политического устройства наблюдали десятки тысяч китайских советников надсмотрщиков комсомольская правда 14 января 79 года так это было там формировались колонны и под конвоем отправлялись в район Батамбанга любые просьбы женщин стариков и детей остаться на уже обжитых местах грубо отвергались охранниками которые врывались в дома и силой уводили людей всякий отказ означал расстрел на месте рассказывает одна из жертв в 4 часа утра 30 апреля 1975 года колонна переселенцев под охраной конвойных продолжала свой путь дорога была запружена людьми повсюду раздавались душераздирающие крики женщин и плач детей потерявших суматохи своих родителей нестерпимая жара отсутствие питьевой воды и ночевки под открытым небом сделали свое дело первыми стали умирать дети и старики тот что от голода и усталости не сила был идти дальше получал пулю в затылок с самого начала пребывания в лагере нам давали только гор скуриса и плоды дикорастущих деревьев затем кончился и рис чтобы не умереть с голода мы вынуждены были ловить лягушек и крыс нас заставляли работать с 6 часов утра до 6 вечера работать принуждали всех больных женщин рожениц детей они голыми руками корчевали деревья их впрягали в плуг чтобы как говорили конвоиры превратить джунгли в плодородные поля издевательства надсмотрщиков и охранников становились все более жестокими изощренными смертная казнь грозила каждому кто осмелест смелся выйти за пределы лагеря как сообщает далее Кхем Су как-то в поисках воды он наткнулся на пруд в котором плавало 25 трупов после побега из лагеря он со своими спутниками обнаружил в джунглях рог шириной около 500 метров переполненный трупами людей комсомольская правда 17 января 79 года кровавый режим и его заступники тем больше недоумений у международного сообщества вызывают заявления представителей некоторых государств которые не только не осудили всем известное злодеяние не изложенные народом кампучи клики полпота но даже пытались восхвалять этот кровавый режим такого рода мягко выражаясь неблаговидная позиция нашла свое определенное выражение и в ходе обсуждения состоявшегося в Совете Безопасности ООН комсомольская правда 18 января как строили чистую кампучию влиятельный индонезийский общественно-политический еженедельник Темпо оценивая политику свергнутого народом режима полпота пишет уже не раз сообщалось о том что жители кампучийских городов насильственно переселяемых в сельскую местность заставляли идти туда пешком свидетели этой беспрецедентной жестокости до сих пор не могут забыть ужасающие картины того как даже из больниц людей выбрасывали прямо на улицу не залили никого ни инвалидов ни детей ни престарелых по тротуарам и мостовым больших и малых городов день за днем двигался этот сумрачный поток многих убивали прямо на окраинах по малейшему подозрению в нелояльности или недовольстве вооруженные охранники хватали и расстреливали людей за четыре года нахождения у власти пнампенские правители уничтожили немало буддийских священников и мусульманских мул в ноябре в ноябре известно население и мусульманских и мусульманских и мусульманских подвергали уничтожили и мусульманских и из нее вытащили молодого человека. В ответ на вопрос, почему на нем ботинки армейского образца, он ответил, что купил их на рынке, и что многие их носят. С криком «Что вы теряете время с этим псом?» Другой конвоир выстрелил в грудь несчастного, который упал на взгляд с хриплым криком. Все депортируемые отвели глаза, делая вид, что ничего не видят и не слышат. На другой день колонна снова отправляется в путь. Она оставляет на пути всех тех, кто не смог выдержать трудности перехода и кто умер. На остановках произошел случай, который врезался в память. Двое парнишек лет по 13-14 влезли на дерево, чтобы сорвать несколько плодов. Один конвоир приблизился к дереву, и вместо того, чтобы приказать им слезть, вкинул винтовку и хладнокровно стал стрелять в них. «Никто не мог хоронить умерших», продолжает автор книги, содержащей факты каннибальского обращения с живыми людьми. «Дорога была усеяна умершими грудными младенцами, которые будут добычей коршуна. На земле валяются многочисленные трупы взрослых, некоторые прикрыты циновками или ветками деревьев. Умерли и другие – это самые юные, самые старые и самые слабые. Я открываю окно автобуса, надеясь уловить запах цветов лотоса. У них очень нежный аромат. Тяжелый и редкий трупный запах врывается внутрь, заставляя вздрогнуть и отпрянуть из окна. Лотосы дышат смертью. Страшный запах заполняет автобус и уже неотступно сопровождает нас до самого города. Кто из нас в детстве не читал сказок о городах, заколдованных злобными демонами, жители которых были огнаны в рабство или навсегда усыплены злыми чарами? Легенды о мертвых городах-призраках вспоминаешь, подъезжая к нам пению. Вот так масоны заковали половину земного шара под коммунистические идеи, и в этом кошмаре находятся они, не видя, кому служат. Точно та же вторая половина земного шара служит капиталистическим идеям, где они приготовляют царство антихристов, служат царству капитала. В те неполные четыре года правления зловещей клики по Уфоте Ян-Старе нам пень медленно угасал. Был искусственно погружен в мрак средневековья, лишен тех жизненных источников, которые питают современные города, промышленного производства, культурной и общественной жизни, торговли. В умирающем нам пени не осталось даже людей. В день освобождения на улицах города царило гробовое безмолвие, а мертвых насчитывалось больше, чем живых. Нам пени, которым насчитывалось свыше двух миллионов жителей, оставалось 230 человек. Поэтому сначала о том, что оставили кампучийцам правители, незаконно вступившие от имени социализма, уничтожившие три миллиона своих соотечественников и поставившие под угрозу само существование мерзкой нации, читаем мы из комсомольской правды корреспонденции Левина. Заседание Национального банка было взорвано властями еще в 1975 году. Под обломками бетона и камня были похоронены груды новеньких банкнот. Никому не нужные стосотенные бумажки валялись на тротуарах, и ветер гнал их по асфальту, словно осенние листья. Развалены банка, как символ разваленной экономики страны, наглядный образчик экономических экспериментов, которые бывшие пнампенские власти проводили по рецептам, полученным из Пекина. Не менее красноречивыми рассказчиками были здания бывших учреждений, жилые дома, пустые безжизненные глазницы разбитых окон, проемы выломанных дверей не говорили, кричали. Безмолвный вопль отчаяния и горя. Так начался страшный эксперимент, задуманный в Пекине и обернувшийся трагедией для миллионов кампучийцев. Этот эксперимент был задуман в бункерах массонами и отрепетирован на Советском Союзе начиная с 1917 года, когда по 1953 год погибло 66 миллионов в трудовых лагерях и тюрьмах. В этом заключается суть проблемы. Дело в том, что полпот, янгсари и их подприспешники хотят, чтобы люди забыли об их преступлениях, выразившихся в беспрецедентном в истории человечества геноциде. Полпот, янгсари и соучастники их предали революцию и родину, славное прошлое своих предков и стали наемными агентами пекинских экспансионистов. За три года они уничтожили три миллиона кампучийцев, а четыре миллиона превратили в рабов. Они ликвидировали элементарные права человека, разобщили семьи, разогнали деревенские общины, опустошили города, отменили деньги. Закрыли рынки, больницы, школы, пагоды. Они запретили буддизм, который исповедует большинство кампучийцев, и ислам, религию национального меньшинства, шампу. Они уничтожили интеллигенцию, терроризировали этнические меньшинства, и в первую очередь шампу. Они практиковали насильственные браки, обрекли всех на каторжной работе. Нет ни одной кампучийской семьи, где не был бы убит хотя бы один человек. Как можно забыть это трагическое прошлое, эти преступления, совершенные полфотом, Янгсари и Ижи с ними? С шести часов утра до восьми вечера заключенных заставляли трудиться в поле, строить дамбы, рыть каналы. Особенно тяжело было работать дневные часы под палящими лучами солнца. Мы не имели возможности хотя бы немного передохнуть, не говоря уже о том, чтобы утолить жажду, рассказывает пром сам Хэнг. Малейшая обстановка, остановка в работе, грозила побоями и издевательствами, непослушание смертью. Плата за этот нечеловеческий труд была в виде двух чашек риса в день. Не каждый мог выжить в таких условиях. Люди погибали ежедневно. Трудно представить себе, какую надо было иметь выдержку, чтобы постоянно видеть, как убивают твоих товарищей, и знать, что в любой момент ты сам можешь погибнуть. Непокорных безжалостно уничтожали, причем самыми бесчеловечными методами. Но Тхон вспоминает, как на его глазах были связаны и брошены на землю двадцать юношей и девушек. Затем полежавшим проехал трактор. Живых свидетелей преступлений не осталось. Последних узников тюрьмы, располагавшейся в бывшей школе, Туол, Сленг, силы безопасности полфота уничтожили накануне освобождения Пнампеня. Такая же участь постигла заключенных в других застенках города. Их убивали выстрелами в упор, ударами железных ломов, камней. То же самое происходило в других городах страны. Мастовой резней отметил режим полфота Янгсари последние часы своего существования. Кровавый заключительный аккорд чудовищной трагедии, которая в течение трех с половиной лет разыгрывалась на Кампучийской земле в Парижецуре Пекина. При смертной агонии режим уничтожал последних живых свидетелей своих злодеяний. Действовал примитивный расчет затравленных убийц в спешке, покидающих место преступления. Мертвые не говорят. Они просчитались. Мертвые не просто говорили, они обвиняли, являя собой неоспоримое доказательство нечеловеческой жестокости режима, жестокой фанатической бесчеловечности. Нам пень привозили особо опасных с точки зрения режима людей. В них зачислялся всякий, что по мнению начальника деревни выражал недовольство существующими порядками или симпатизировал Вьетнаму. Улик не требовалось. Начальнику деревни достаточно было заявить о своих подозрениях в вышестоящую инстанцию. За более мелкие преступления, плохая работа, жалобы на скудость пищи убивали на месте. В городские тюрьмы увозили лишь особо опасных. Там узников изощренно истязали, чтобы они признались, а точнее, чтобы бесчеловечными пытками вырвать у них признание во всем, что прикажут тюремщики. Для этого и были привезены сюда из Китая ломы, щипцы и аккумуляторы, которые предназначались для пыток электротоком. И сейчас еще они стоят в каждом классе. В одной из камер мне попались на глаза щипцы. Следы на них недвусмысленно говорили о том, что ими человека сдирали кожу. В углу соседней комнаты одиночки стоял лом с давно запекшейся кровью на конце. Несколько лопат тоже не были отмыты от крови. Во дворе наткнулся на целую россыпь кандалов и наручников. Классический тип кандалов это цепи с полукруглыми зажимами для щиколотых ног и запястья рук. Они нужны, чтобы узник не мог бежать. Здесь я увидел литые стальные стержни толщиной с большой палец и длиной в метр с надетыми на них такими же стальными петлями. Это были не просто кандалы. Петли свободно передвигались по стержню. Достаточно было соединить их на одном конце и получался рычаг, с помощью которого выкручивали и ломали ноги заключенным. Жители каждой деревни в Кампучии делились на отделения взводы роты. То подразделение, в котором был замечен малейший ропот, подлежало полному уничтожению. С большинством расправлялись на месте, а зачинщиков отправляли в Кампень на расследование. Как велось расследование, красноречиво рассказывали ломы, щипцы, лопаты. О том, чем оно заканчивалось, свидетель слова «Перекопанная земля в школьном дворе, где хоронили замученных за стенки людей». Порой в графе «Причина ареста» было написано «Перекопанная земля» «Опасный преступник» «Без комментариев». Ведь многие революционеры, честно сражавшиеся против французских колонизаторов и американских агрессоров, бесследно исчезли за годы правления клики полпота Янгстария. Не двор тюрьмы туал сленга стал их могилой. 7 июля прошлого года в Нампеньском дворце Чамкармон полпот давал прием в честь китайских специалистов. Присутствующие улыбались, предлагали тосты и китайский посол произнес большую речь, которую потом широко транслировали по радио. «За время нашей работы в Кампучии», сказал посол, «мы смогли увидеть собственными глазами, как кампучийский народ под руководством партии осуществляет социалистическую революцию, строить социализм в условиях независимости и суверенитета, как он обогатил революцию совершенно новым опытом. Мы, товарищи, трудились, принося жертвы, преодолевая все трудности и препятствия, стремясь поднять материальный и культурный уровень жизни народа и трагическую историю своей семьи рассказала сама Румсот. И вот, что я услышал, пишет корреспондент Комсомольской правды, сейчас ей 24 года, замечу, что выглядит она лет на 10-15 старше. Весной 1975-го она училась на филологическом факультете Пномпенского университета. У нее был филологическом движении против проамериканского режима Лон-Нола. Весной 1975-го в столице все чувствовали, что режим вот-вот падет. Студенты уже не скрывали своей радости, когда гул пусочной канонады все ближе и ближе подкатывался к нам пению. Они готовились к торжественной встрече освободителей. Они разучивали революционные песни, готовили транспаранты с приветствиями. А утром 17-го апреля девушки в университетских аудиториях складывали букеты из самых красивых цветов. По-своему хотели отметить день освобождения столицы Румсот имен имен пин. Они решили в первый же день обратиться к революционным властям с просьбой зарегистрировать их брак. Когда они отправились встречать бойцов освободительных сил, отец Румсот со слезами радости провожал их и залил, что не может из-за болезни пойти вместе с дочерью и ее женихом. ликующие толпы жителей Пнампения запрудили все улицы. Цветы, улыбки, красочные костюмы. И вдруг сначала они все поняли, что происходит. Вооруженные люди, вошедшие в город, начали разгонять жителей прикладами автоматов, стыками. Скоты, свиньи, предатели, американские прихвостни и суплем наорали они. Затем по центральной улице пронесся военный джип и человек с мегафоном кричал «Всем покинуть город! Скоро начнется бомбардировка! Все жители должны покинуть город немедленно и навсегда!» На улицах началась паника. Жители бросились по домам за скарбом, а следом за ними в дома врывались вооруженные люди и под угрозой расстрела приказывали все оставить. Зазвучали первые выстрелы, в столице начался повальный погром. Румсот и Мян Пхин побежали домой растерянные, недоумевающие. Еще ничего не знавший отец Румсот улыбался и все спрашивал, как происходила встреча с освободителями. Румсот ничего не успела объяснить. Освободители в черных одеждах уже входили в палисадник. Отец скачил, кликнул жену, велел всех пригласить в дом, чтобы отметить торжественное событие. он думал, что его дочь имян Пхин уже муж и жена и что пришедшие хотят поздравить его. Вон из дома, отвечал один из них, убраться отсюда немедленно. Он увидел, что отец Румсот болен и не может идти. Подошел к нему и спросил, что тот делал до освобождения. Я врач, ответил отец, и если нужно, я готов отдать свои знания и силы революции. Я он не успел договорить. Ты лечил предателей, значит ты сам предатель, взревел человек в черной одежде и выхватил пистолет. Трижды выстрелил в упор. Она смутно помнит, что произошло потом. Только душераздирающий крик матери откуда-то издалека. Все было как в тумане. Румсот опомнилась лишь на проселочной дороге. Она шла в толпе людей, увидела неподалеку Мян Кима, мать, десятилетнюю сестренку, двух младших братьев. Хотела задержаться, чтобы подождать их, но сильный удар прикладом в спину бросил ее на несколько шагов вперед. А потом, когда Румсот говорила об этом, она не плачет, уже нет слез, она выплакала их без остатка, потому что была гибелем, свидетелем гибели всех близких ей людей. Мать тяжело опустилась на землю около пальмы. Они шли уже третий день под палящим солнцем и силой оставили старую женщину. Один из конвоиров подошел к ней и приказал подняться. Она ответила, что не может. Рядом валялась брошенная кем-то мотыга. Труп матери конвоир столкнул ногой в придорожную канаву. Потом Румсот видела, как убивали других людей. Десятки, сотни. Их привели в одну из деревень провинции Сем-Ряб. Жители оттуда были уже выселены. Всем было объявлено, что здесь их новое место жительства. Здесь они будут работать на благо страны и народа. Руководство производственной общественной и культурной жизнью коммуны, как было объявлено, возлагается на представителей Ангкар, в переводе на русский организация. А потом на протяжении всех лет это слово внушало жителям деревни ужас. Люди работали на рисовых полях с пяти утра до одиннадцати вечера, рыли оросительные рвы, без выходных, без праздников и регулярно устраивались в субботники по ночам. Вскоре среди жителей деревни начались болезни от непосильного труда, от постоянного недоедания, от антисанитарных условий. Одной из самых распространенных болезней было помешательство. Таких больных убивали. Люди из Ангкар говорили, что общество, которое олицетворяет кампучийский народ, должно быть здоровым и крепким. Убивали не только больных, смерть была самым распространенным наказанием в коммуне. Со временем она настигла и остальных членов семьи Румцот. Один из ее братьев пытался убежать в джунгли. Его поймали и перерезали горло жестким зазубренным пальмовым листом. Убили и другого брата, потому что он родственник преступника. Такая же участь ожидала и Румцот. Но ей удалось сбежать. Она договорилась со своей 10-летней сестрой встретиться ночью на опушке леса, чтобы подальше уйти до завтрашнего утра. Люди из Анкар обычно на следующий день после казни преступника вырезали всю его семью. Румцот пришла в условленное место поздно вечером. Через пять минут ожидания Румцот услышала пронзительный крик сестренки. Впрочем, все это случилось гораздо позже. А до этого Румцот продолжала жить в постоянном страхе за свою жизнь, страдая, переживая унижения. Каждый день обязательно наказывали по нескольку членов ударных молодежных отрядов. Это были так называемые легкие наказания. Они полагались за плохую работу, за смех, но в деревне давно уже никто не смеялся, за слезы, что случалось гораздо чаще. Слезы и вздохи считались выражением низкого морального духа. К легким наказаниям относились, например, удары бамбуковой палкой. Количество ударов определялось людьми из Анкар и доходило порой до 150. Наказанию подвергались все, даже дети. Конвоиры собирали несколько рот, строили их в шеренгу, провинившегося раздевали до нога, клали на землю. Ноги вытянутые вперед руки связывали. Двое охранников катили человека по земле, а третий шел следом и наносил удары палкой. Когда охранники докатили до конца шеренги, 16-летнюю дочь соседей, семьи Румсот та была уже мертва. Однажды Румсот было приказано идти в помещение, где обычно проходили собрания в шавычках. Когда она пришла, то увидела, что там уже собралась молодежь, человек 40. Здесь Румсот впервые за последние полгода увидела своего жениха, жениха Мьян-Пхима. Они работали в разных бригадах и ни разу не встречались. Всем было приказано сесть на пол. Через несколько минут в помещение вошел старший из Анкар и объявил, что всем присутствующим пришла пора жениться и выходить замуж. А потому те юноши и девушки, которые сидят ближе друг к другу, объявляются мужем и женой. Одна из сидевших неподалеку от Румсот робко сказала, что она замужем. По знаку своего начальника двое охранников выволокли ее на улицу. Минуты через две крики прекратились. Все было кончено. Румсот подняла голову и увидела своего мужа в кавычках. Мужчина лет сорока был ей незнаком. Чуть дальше сидел Мян Пхим со своей женой в кавычках. «Живите счастливо!» продолжал все тот же моносонный голос. «Рожайте детей на укрепление кхмерской расы!» На этом свадебная церемония закончилась. Всех отправили работать. Мян Пхима люди из Анкар убили на четвертый день после свадьбы. Оказалось, что человек, которого назначили мужем, Рум Сот долгое время был провокатором и доносчиком. Именно он, как позже узнал о Рум Сот, оклеветал Мян Пхима. Видимо, он как-то догадался, что Рум Сот и Мян Пхим любят друг друга. Вместе с Мян Пхимом убили ту девушку, которую выделили ему в жены. Своего мужа Рум Сот еще один раз увидел через полгода. Его вместе с несколькими другими мужчинами, связанными одной веревкой, вели к лесу вооруженные люди. Среди связанных Рум Сот увидела и бывшего начальника своей деревни. Видимо, он вышел из доверия у вышестоящей инстанции, а с ним и его осведомитель. Стоит припомнить, как происходило раскулачивание в Советской России в 29-30-е годы. Те, которые производили раскулачивание, вскоре, по указанию свыше, были сами расстреляны после статьи Сталина «Головокружение от успехов», о чем можно почитать в книге Шолохова «Поднятая целина». Стремясь поднять материальный и культурный уровень жизни народа, продолжал свою речь китайский посол на вышеупомянутом приеме в Кнампене. Вы добились много в области сельского хозяйства, промышленности, культуры, воспитания и здравоохранения, что воодушевляет и наполняет энтузиазмом каждого компучийца. Посол на этом приеме говорил, что Китай рассматривает успехи Кампучии как свои собственные. В этом не может быть никаких сомнений. Патент нового опыта в Кампучии безусловно принадлежит Пекину. Пекин пытался руками Пол Пота и его клики вывести новую расу кампучийцев, расу морально ущербных особей, способных лишь производить на свет себе подобных, поддерживать свое существование на необходимом уровне и хладнокровно ликвидировать некондиционные экземпляры. Но кампучийцы этого не захотели. Страшная и долгая варфоломейская ночь над страной кончилась. Но не скоро еще сотрутся в памяти миллионов кампучийцев дни, когда над их страной витала черная тень уродливого существа, имя которому призрак коммунизма. Субтитры Субтитры Кто эти люди? Как удалось им обмануть мерзких патриотов, беззаветно сражавшихся за свободу и независимость своей Родины? Как могли они пробраться к шторваликам путинской революции и зурпировать власть в партии и государстве? Как случилось то, что привело страну к национальной катастрофе, поставило под угрозу истребление целый народ? И какие роль сыграл Пекин в этом чудовищном преступлении? Какую цель он преследовал? Вопросы, вопросы, вопросы. Я задавал их чуть ли не каждому, с кем приходилось встречаться во время командировки в Кампучию, пишет корреспондент Комсомольской правды. Многое еще скрыто под покровом неизвестности. Страницы истории последних лет прочитаны далеко не полностью. Не собраны пока все факты, чтобы тщательно проследить ход гнусной измены. Нет живых многих свидетелей, предатели об этом позаботились. Уничтожены многие разоблачительные документы, и об этом они позаботились. Но полностью скрыть механизм преступления, когда преступники уже изобличены, невозможно. Тем более, что речь идет о преступлении колоссальных масштабов. Будущее несомненно расставит все точки над их. Мы плохо знали полпота, говорил мне один из ветеранов освободительной борьбы, министр информации Народной Республики Кампучию Сео Чанда. Так в Советском Союзе и говорили. Мы плохо знали Сталина, хотя было указание от Ленина ни Сталина, ни Троцкого не допускать до руководства страною. Но однако масоны протолкнули его, чтобы отрепетировать здесь. Как же будут руководить Гои самими собою, чтобы когда они придут к власти, таких руководителей можно было поставить во главе всех государств. Он ловко скрывал свои истинные взгляды, говорил о необходимости решительной борьбы против марионеточного режима Лон-Нола. О том, что в конфликции непременно будет построено социалистическое общество. И люди ему верили. Да, все и его окружение оказались виртуозными лжецами. В Лампене я нашел книжицу в малиновой обложке под названием «Вооруженная борьба и жизнь мерцкого народа в освобожденных районах». Это был фотосборник, изданный Национальным Единым фронтом Камбоджи в 1972 году. Первая его часть рассказывалась об успехах патриотических сил в борьбе против реакционного проамериканского режима Лон-Нола. Часть вторая обличала преступления лон-Ноловских войск и американской военщины против мирного населения Кампучии. На снимках разрушенные дома, пагоды, убитые старики, женщины, дети. На одной из фотографий две Кампучейки, погибшие во время бомбежки. Внизу подпись «Лон-Нол» нагло утверждает, что это вьетнамские агрессоры. А третья часть фотосборника повествовала о том, как живет население в освобожденных районах. Улыбающиеся лица юноши и девушек занятия в школах, репетиции и танцевальную молодежную ансамбль, митинги в поддержку национального единого френта Камбоджи. Кампучийцы верили фотосборнику в малиновой обложке. Кто мог подумать тогда, что через три года люди, обличавшие злодеяния марионеточного режима, сами совершат еще более чудовищные кровавые преступления против собственного народа? кто мог предвидеть, что люди, обещавшие Кампучийцам мирную, счастливую жизнь, закроют школы, запретя танцевать, улыбаться. Несколькими месяцами раньше, 4 марта 1974 года, он подписал вьетнамским руководителям, со всей откровенностью и от всего сердца могу вас доверить, что при любых обстоятельствах я останусь верным великой солидарности, и великой революционной братской дружбе между Кампучией и Вьетнамом. Ху-хут лгал своему народу, обманывал народ Вьетнама, примазавшись в поколения подлинных борьцов за свободу и независимость Кампучии. Он самым бессовестным образом заимствовал их мысли, идеи, и слова, чтобы сначала завоевать их доверие, а затем обмануть и предать его. Приближался апрель 75-го, и население всей страны жило в ожидании скорой победы и скорого мира. Никто не ждал предательского угла, удара из-за угла. Вернее, почти никто. Нашлись люди, которые уже тогда смогли рассмотреть под маской революционеров истинное лицо главарей свергнутого ныне режима. Но эти люди вдруг стали бесследно исчезать. Точно так же, как было в Советском Союзе во время Берии и Ежова. Нацию приговорили к смерти. Приговор был вынесен китайскими руководителями. И его исполнение поручено к лите полпота Янгсари. После того, как режим пал, и мир смог получить первое представление о подлинных масштабах чудовищного преступления, в Пекине вдруг стали поговаривать, что там, где не знали истинного положения вещей, не знали о массовых убийствах, геноциде, ложь, Китайские лидеры не только знали об этом, они санкционировали массовые убийства и геноцид. Цель – полное истребление кампучийского народа и переселение в Кампучию 10 миллионов китайцев. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Об этом я узнал во время своего пребывания в Пнампене, продолжает корреспондент Левин, от кампучийских товарищей. Коль скоро в Пекине рассматривали Кампучию как китайскую территорию, там сочли возможным распорядиться судьбой целой нации. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И с 17 апреля 1975 года приговор начал приводиться в исполнение. Полпот и его сообщники подготавливали почву для этого заранее. Командир батальона Тхом Борец из Прейвенга рассказывал, еще задолго до 1975 года я почувствовал, что полпот и его окружение стали проводить линию, направленную против ветеранов национально-освободительного движения. В нашей уездной организации постоянно проходили собрания, на которых подвергались критики те, кто принимал участие в войне сопротивления против французских колонизаторов. Это заставляли делать нас, молодых. Точно так же убрали Блюхера, Уборевича, Ухачевского и всех видных военных зрителей Советского Союза.